Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я наконец-то добралась до этого видео. Мы будем разговаривать о том, о чем мы на самом деле общаемся, когда общаемся. Сегодня я постараюсь вам простым языком, наверное, не нагруженой терминологией, как, в общем, я стараюсь это делать всегда, расскажу о том, о чем мы на самом деле с вами общаемся. Ну, не мы конкретно, я и вы, а вообще, когда люди вступают в коммуникацию. Для начала, как всегда, напомню, что ссылка на телеграм-канал по психологии будет где-нибудь внизу под видео. Обязательно туда добавляйтесь, потому что там есть уже очень много чего. И видео, и статьи, и отрывки из книг, и, в общем, всякое разное по психологии. Есть над чем порассуждать. Вот. Но мы начинаем. Итак, я на самом деле планирую большой тренинг. Я, конечно, не знаю, когда он выйдет, я обещать не берусь, потому что времени почему-то очень мало в сутках, а делу очень много. Но суть не суть. В общем, суть в том, что этот тренинг будет посвящен тому, как я это называю, стряхнуть в себя все лишнее и найти себя. Если вы заметили, и мой официальный сайт, и вообще все мои соцсети, они про путь к себе. Вот про тот самый путь к себе, который самый сложный, самый долгий и, наверное, не всегда заметный. То есть мы не всегда отчетливо видим эту развилку, с которой мы, в общем-то, можем разобраться и уже прийти, наконец-таки, к себе. Так вот, на этом курсе тема будет такая, что несмотря на то, что мы очень социальные зверушки, ну, по-любому на это дело называем, несмотря на то, что мы все очень социальные существа, социальные обезьянки, и нам очень нужен другой, и мы с вами на моем канале знаем, зачем нам нужен другой. Я, наверное, оставлю ссылку под этим видео, где мы с вами рассуждали о большом гарвардском исследовании, которое, в общем, обнаружили, зачем нам это другой. Он нам нужен для счастья, естественно, особенно в взрывом возрасте, для продления долгих лет собственной жизни, для продления интеллектуального и душевного здоровья, и в том числе, вот, собственно, для счастья. Я оставлю ссылку, обязательно пойдите посмотрите. Несмотря вот на это всё, мы очень часто настолько глубоко тонем в этих социальных взаимодействиях, что они нами рулят. Мы очень часто забываем себя. И поэтому хорошо, когда в отношения вступают два зрелых, психологически просветённых человека. Но это ведь не всегда так. И когда мы начинаем с вами общаться, огромнейшее количество вообще запросов на психологию это прополоманный телефон, как я это называю. Это прополомку вашего общения. Очень многих общение ранит, очень многих оно драйвит, очень многих оно расстраивает, очень многих оно разочаровывает. Кто-то, в общем, настолько зависим от общения, что, теряя его, он как будто потеряет себя и как будто потеряет свою жизнь. В общем, очень много разных оттенков этого самого взаимоотношения у нас на самом деле есть. И очень многие люди делают большую ставку на общение. Наверняка вы прекрасно знаете, что где-нибудь у вас там есть кто-нибудь, с кем вы любите позвонить или встретиться и вот обсудить все свои текущие дела. И как бы там не про экспертности, там как бы не про психологию, там как бы обо всём вашей жизни и поговорили, и стало легче. И очень часто мы становимся зависимыми от такого общения. И очень часто вот эта зависимость проявляется в том, а что же подумает? А что же подумают? Или вот он один или она одна подумает? Или вот я только от него, или от неё могу получить поддержку? Или вот он такой внимательный, или она совсем меня не слушает? Или ещё другая грань этой истории, вот этот вот самый вампиризм. Вот она мне звонит и всё время всё выливает, или он про свою там личную жизнь и всё прочее, вот ей легче станет, у меня голова болит. В общем, все эти ситуации знакомы, да? То есть мы очень сильно погрязли в этих историях с коммуникацией. Я, конечно, очень страшные вещи частенько говорю про эту самую индивидуализацию на своих консультациях, но очень многих это узнает. Ты как бы сначала, может быть, пугает, а потом эти отгласы достигают и в очень правильном ключе. Так вот, я открываю вам истину. Мы никто не общаемся из серии «ты мне, я тебе». Для того, чтобы это был настоящий душевный или интеллектуальный пинг-понг, типа «я тебе, а ты мне», этому надо годы посвятить, и это надо быть очень просветлённым, очень эмпатичным, очень внимательным человеком, ну или как минимум по-настоящему искренним человеком, в какой бы то ни была коммуникации. Я сейчас про все коммуникации, не только про муж и жена, не только про друг-подруга, не только про начальник, босс, я вообще про вот эти вот всякие разные коммуникации. Значит, друзья мои, мы всегда общаемся с позицией своей боли. Что бы ни было, мы всегда общаемся с позицией своей боли. И на самом деле, когда вы звоните кому-то поплакаться или когда вы ищете от кого-то совет, по сути, разговор будет про вашу ситуацию и про его ситуацию. Как это обычно происходит? Значит, у нас есть три типа взаимодействия. Первый тип – это вот та самая история, когда, допустим, сейчас я откажу сначала, как взаимодействие, а потом внешне это опишу. Значит, вот мы звоним человеку и говорим, начинаем делиться, да. Вот у меня там то-сё, вот там, не знаю, какое-то приключение случилось, если вот когда что-то неприятненькое такое происходит, и вот он или она нас слушает и говорит, да, да, точно, вот прям точно так и было, да. И прям сочувствовать как будто бы, да, прям на лице сочувствовать человеку. А на самом деле в этот момент человек думает, блин, как хорошо, что у меня такого не было. Или в другой момент он говорит, ой, у меня тоже такое было. Понимаете, да? То есть вам кажется, что вы объединили что-то общее, но когда вы, кажется, вам получаете некую искреннюю обратную связь, на самом деле вы просто триггерите то, о чём думает человек, или то, что у человека в своей жизни было. И по сути это, ну, не совсем равноценный обмен. Кто-нибудь из такой очень серьёзной истории сказал бы вам, что на самом деле всем везде всё равно, своя рубашка ближе. Когда мы делаем большие ставки на то, что нас поймут, примут, простят, посочувствуют и прочие дела, на самом деле это, ну, такой псевдообман себя. Мы не общаемся на уровне открытых душ, мы общаемся каждый про своё. А дальше вот какая истина. Есть в психологии несколько процессов, как я вот я начала, но съехала на практику. Значит, обычно как это происходит? Когда мы не любим что-то в человеке, как правило, когда нас бесят человек, да, то есть вот вы общаетесь с кем-то, кто-нибудь там такой, из кого вы из жизни исключить не можете, и он вас бесит, ну, просто раздражает, скорее всего, посмотрите на себя и вот на эти же черты в себе. Да, то есть мы говорим так, что если вас кто-то бесит, то есть назовите это качество, которое вот вас бесит в нём, да, а потом подумайте, есть ли это качество у вас. И скорее всего, вы увидите, что да, оно есть, если вы будете достаточно честны. Поэтому чаще всего в других людях нас раздражает то, что мы сами в себе имеем, но боимся, стесняемся или не можем по каким бы то ни было причинам признать. Вторая история. Когда, например, мы говорим о том, что вы кем-то восхищаетесь, вот вы смотрите снизу вверх, то, что называется на английском языке, to look up the person from somewhere below, да, то есть где-нибудь вот смотрите на него, взираете, глазками хлопаете, любите его, там, не знаю, считаете его авторитетом, считаете его, не знаю, просто небожителем, неважно в каком ключе, личным или не личным, профессиональным или каком-то ещё. Скорее всего, это то, чего у вас нет, и вам очень бы хотелось этого качества. Ну, это как бы логично, да, то есть если вы знаете, что там кто-то является авторитетным знатоком чего-либо, и вы на него пытаетесь равняться, конечно же, вы тоже хотите стать знатоком. Может быть, и не того же, что хочет этот человек, но чего-то вы хотите стать знатоком. Ну, и самая, наверное, сложная, третья вещь в этой истории будет заключаться, естественно, в теории транзактного анализа, да. То есть есть у нас такое направление в психологии, транзактный анализ, и вот, собственно, теория игр и теория ролей. Коротко скажу о том, что у нас всегда есть три как бы части нашей личности, наш родитель, наш взрослый и наш ребёнок. Родитель – это, как правило, все культурные надстройки, надстройки наших бабушек, дедушек, мам, пап в качестве традиций, воспитаний, вот всего прочего того, что нас вышкалило теми, кто мы есть на самом деле на сегодняшний день. Ребёнок – это вот всё то самое буйство энергии, непосредственность, творчество, кость, да, то есть некая заинтересованность в жизни и попытки реализовать себя в любой ипостаси. Ну и взрослый – это абсолютно адекватное, значит, некое субличное, давайте назовём её так, теория другой, да, немножко воспользуемся. И это вот, как правило, адекватно отвечающий на приходящие задачи дня сущности, скажем так. И получается, что если я вас спрашиваю, сколько времени сейчас, вы мне отвечаете столько-то времени сейчас. Это вас разговаривает взрослый, безоценочный, конкретно стимул реакции, поступил запрос, поотвечаю на запрос, без всяких эмоций и без всяких вторжений вот этих вот разных наших ипостасей. А есть история, когда так называется contamination. Contamination – это некая заинтересованность нашего адекватного взрослого какой-то вот из сторон, либо детскостью, либо взрослостью чрезмерной. Иногда мы просто общаемся от взрослого к взрослому, иногда мы общаемся от ребёнка к ребёнку, а иногда происходит вот эта вот история, что мы, в общем, заражаемся, да, и включается какой-то родитель, допустим, у нас. Ну и серия, когда вам кто-то там, не знаю, по работе, предположим, да, такой сценарий, подходит к вам ваш подчинённый или сотрудник и говорит, вы знаете, вот не получилось вовремя закончить проект вот по абсолютно адекватным обстоятельствам, там, не знаю, бумага, в принципе, закончилась, некому было, краски купить, краски тоже закончились в принтере и так далее. То есть мы вот сейчас проблему решаем, и завтра конкретно это всё будет готово, предположим. А в вас включается взрослый, и вы начинаете, вот, а почему вы об этом не позаботились раньше, а как вы могли это сделать, и вот это вот всё, это в вас включился родитель. Или наоборот, да, допустим, вам подошли со взрослой позиции, рассказали про этот не случившийся проект, и вы начинаете, ну вот, а как же быть, а теперь же всё, всё сгорит, всё пропало. И здесь включается, естественно, напуганный ребёнок. Так вот, очень здорово, когда вы умеете фильтровать, кто вас сейчас разговаривает. Разговаривает ли ваш родитель, и родители общаются с родителем, со взрослым или с ребёнком, и наоборот. И в идеале, конечно же, чтобы заражение взрослого не происходило, и вот тогда вы получаете качественную взрослую коммуникацию, когда никто ни об кого не лечится, никто никого не терапевтирует, никто никому не догоняет причинить добро, никто никого не наоборот осаждает и всяко разно утверждается. Треугольники Карпмана, кстати, это сюда же, да, вот эта жертва и все прочие дела. То есть это поломанная коммуникация. Нормальная коммуникация – это когда я общаюсь, ну, как бы по сути, на злобу дня, и не ожидаю ни от кого ни оценок, ни поощрений, ни пожалеть, ни похвалить. Это общение взрослых людей. И помните, ещё раз говорю, что когда мы общаемся, когда мы надеемся на то, что нас там поняли, посочувствовали и прочее, помните вот эту фразу. Каждый общается из своей боли. И поэтому не всегда нужно полностью полагаться на то, что звучит в коммуникации. Особенно, если это коммуникация из разных абсолютно ролей. Вот, надеюсь, это помогло. Становитесь немножко независимыми, становитесь целостными, становитесь такими, кому не нужно, вот, собственно, в бытовых или в профессиональных отношениях доделываться, переделываться или трансформироваться в этом общении. Для этого есть специально обученные велики. В виде психологов, наставников, экспертов и прочих интересных товарищей в МИИ. Всем хорошего времечка. На связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова